Брексит как потери для ЕС и как шанс интенсифицировать двусторонние отношения. О перспективах взаимодействия Минска и Лондона говорили сегодня на встрече президента с послом Великобритании. Фиона Гипп завершает дипломатическую службу в Беларуси. Так вы остаетесь или не уезжаете? Я остаюсь. Ну как? Мне кажется, вы только вчера приедете. Я остаюсь. Как отметила сама посол из страны, она уезжает с сожалением. Александр Лукашенко поблагодарил дипломата за личный вклад в развитие двусторонних отношений. Подчеркнул, ни при одном другом посланнике Лондона не было сделано так много. В подтверждении товарооборот достигший 3,5 миллиардов долларов. По этому показателю Великобритания занимает третье место после России и Украины. Ну есть проблемы, вы их знаете. Наш экспорт и наш товарооборот во многом зависят от поставки нефтепродуктов. Как только случилось на нефтепроводе дружба, беда и проблемы с грязной нефтью, у нас немножко просел товарооборот. Поэтому нам нужна диверсификация. И я вас просто настоятельно приглашаю активизировать наши отношения. Сейчас появилась такая возможность. Исчезла бруссельская бюрократия. Вы можете принимать решения более свободно. Ну и что греха таить? У вас прекрасные отношения с Соединенными Штатами Америки. Я хотел бы, чтобы эти отношения каким-то образом были проецированы и на Беларусь. И я думаю, что вы сможете нам в этом помочь. В целом Александр Лукашенко скептически относится к выходу Великобритании из Европейского Союза. И все же Брексит можно рассматривать как шанс для наращивания прежде всего торгово-экономического сотрудничества между Минском и Лондоном. Мы много работали вместе, чтобы развивать эти отношения. Потому что Беларусь – это очень важная страна в центре Европы. И надо оценивать положение Беларусь в Европе. И как мы сейчас обсуждали, потенциал для двухсторонних отношений в будущем – это очень хорошо. В последние годы значительно активизировался и политический диалог между странами. В Минск неоднократно приезжали видные британские политики. А белорусский премьер два месяца назад посещал британскую столицу.